Очередной день у нас начинается не по плану. Лютый меляк, торчат камни. У меня шваргу пересохло. Больше вариантов никаких нет. Мы реально могли здесь залипнуть, даже не на сутки. Че, ждем ветерочек? Ха-ха-ха. Придется маленько подвести. Там маневр закладывать надо. Боком ставим, ну приплыли. Пипец, у меня пульс ТРВ по 160. Что здесь находится под водой? Рыбы пока здесь нет. Поехали искать. Охотники за тайменем. Есть! Вот, есть, выждал ее. Три даешь? Я даю четыре с половиной. Самые вкусные. Самые сочные. Свежие. Нажористые. И без косточек. Вот это вот видео, наверное, будет не очень приятное в контексте нашего фильма. Они же кота любят такое, что нас на суше стоит. Могуслав, под палатку тебе с твоей стороны поглажь. Все, так и уедем до дому, да? Я тоже снимаю. Настал час икс, ради которого в том числе мы сюда и шли. Через все эти мели, пороги, штурмовали эту реку. Сейчас мы заглянем вот в это вот высокогорное дикое озеро. Озеро проточное. Здесь впадает одна река. Вытекает другая, по которой мы пришли. И мы в него заглянем с помощью эхолота. Праздное любопытство. Мы всегда ходим по рекам, входим в эти озера. И глубины этих озер, наверное, самые неизведанные, самые неизученные подводные места. Охотники за тайменем. Рыбалка с оборудованием по другому принципу выстраивается. За полдня тщательно изучаем это озеро. Смотрим, где какие скопления. В принципе, даже кидать не будем, наверное. Все изучим, получим полную картину. Глубины, рельеф дна, размеры. Где преимущественно скопление. Где самая крупная рыба держится. Потом точечно пойдем облавливать. Это моя маленькая, давняя мечта. Заглянуть в это озеро, в том числе с эхолотом, с паноптиксом. Вживую посмотреть, что здесь. Ну, вот она и сбывается. Приглашаю вас в наше маленькое рыболовное путешествие. Поехали. Здесь паноптикс, здесь сонар и сразу же боковое сканирование. 3,4 метра. Лодка легкая, сдувает, картинку мажет. Пойдем прямо по диагонали. На ту сторону, там за горками ветра нет. Ну и будем смотреть. Здесь 3 метра. Вот недалеко от берега за травой. Трава. Вот видно абсолютно ровное дно. Пошли на углубление. Такие воронки. Видишь такие воронки в этом. в дне, как ямки. Как будто метеориты прилетели. Кто-то эти ямки копает. Ага. Вот видишь. Такие, как кратеры маленькие. Дно абсолютно ровное. Всего 6 метров глубины. Кстати, рыбы не особо. Но не то, что не особо, ее нет. Здесь пока. Здесь перед речкой ямка. 10 метров. Вот мы видели, коптер поднимали. Что вот здесь намыт песок, да, где река впадает двумя рукавами. И здесь такой резкий обрыв. Интересно, как вот природа создает. В разных плоскостях, да, можно посмотреть. Да, вот показывает здесь вот в этой яме. Рыбки попадаются. Вот он, этот обрыв. Но ничего крупного. 29. Почти 30 метров глубина. Как понимать, что где-либо? Ну, ее видно будет. Это, по-моему, пузыри. Вот эти вот точки белые. Вот это рыба, скорее всего, на глубине. Непонятно, какая только. Будем по нобсикотексам досматривать. Ну, если есть, это небольшие объекты. Ну, вот стайка рыбы. На самом дне? Да, на самом дне. Да, на самом дне. Да, и здесь есть все. Здесь некоторые это пузыри еще, которые поднимаются со дна. Посмотрим. А у него какой функционал? А он в реальном времени показывает. Вот эти столбики, это не рыба, это пузыри. Вверх маленькие точечки двигаются. То есть, и они, получается, вот эти вот помехи дают. Это не рыба. Рыбы пока здесь нет. Поехали искать. Вот по кромочке вот так пойдем. Вот конец озера. То есть, здесь вот ныль какая. Шесть. Идем. Вообще чистота. Это все не рыба. Это такие маленькие кратеры на дне какие-то. Косяк белой рыбы мелкой. Причем мелкая рыба в абсолютной пустыне. Просто один косяк облаком попадается. И вокруг хищника тоже нет. Вот как он выглядит в даунскане. Вот в толще. Одиночные рыбки попадаются. А обычно таймени пыли, да? Да, таймени. Ну, что-то я сомневаюсь, что это таймени. Здесь все отлично видно. Дно гладкое. Белкая это какая-то сколько? Ну, окуни щуки какие тут. Два-три килограмма, да? Окуни мелкие. Видно, что они мелкие. Вот это, скорее всего, щука стоит. Мы, собственно говоря, все озеро с тобой посмотрели, Слав, получается. И, на удивление, озеро пустое. Очевидно, почему пустое. Кормовой базы нет. Вот сколько прошли. Озеро три километра, да? Мы зигзаг еще сделали по этому берегу. Картина абсолютно одинаковая. Идеально ровное дно. Небольшие кратеры. По берегам трава. Редко попадаются единичные особи в толще воды. Вот где-то по этому берегу изредка. Изредка три стайки мелкой рыбы. Три скопления видели. Прямо мелкая-мелкая рыба. Видно их было. И все. Крупной рыбы мы не видели вообще. Здесь, вопреки всем ожиданиям нашим и предположениям. Ну вот в этой части озера мы еще сейчас посмотрим. Здесь вот эта протока втекает. Одна озерина в другую втекает. Здесь вот течение есть. Посмотрим до травы всего лишь вот такой пятак. Картина на том озере нас вообще не вдохновила. Дно каменистое уже. Вот видно рыба стоит. Вот четко видно. Тень падает, если присмотреться. Круг сделал. Везде есть рыба по кромке, по свалу. Сейчас мы пересечем. Как раз вот струя идет, втекает. Вот она справа у нас. Но тут вот сразу видно, что рыба есть. Тень падает. Ну, собственно говоря, чтобы здесь рыбу найти, холод не нужен. Так понятно, что здесь и везде под травой, под скалками, под ямками она скапливается. Вот четко видно, что стоит рыба. От нее падают тени. Есть и справа как раз по течению. Попробуем поймать на уху и на жареху. И пойдем обратно. У нас же теперь якорь есть, да? У нас теперь якорь, да, есть. Мы заперли сюда якорь, Слава, с тобой. Который там весит 12 или 15 килограмм. Лучше бы канистру бензина лишнюю заперли, а тут камень привязали. Камней навала вообще огромных. Иди сюда наш обед со Славиком. Опа, есть. Ах ты, удар был. Следующий пошел. Есть еще один, ну давай. Давай. Кто это долбит-то? Окуни что ли? Слушай, этого вот клева нету. Это только нету клева, потому что вообще просто удары идут. Она играет с ней. Конечно, я редко попадал, чтобы у щуки клева не было. Реально консервы будем снова кушать. С таким клевым. Сейчас травы выманиваю. О, есть. Ну давай, 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 давай. Иди. Ну ладно. Я тащу, она долбит. Оп! Опа, чуть легло. Перспектива остаться на обед без рыбы толкнула нас на крайности. Нам надо хотя бы одну щуку в кустах поймать, ее пожарить. А, кстати, смотри, как она берет плохо. Я тащу несколько ударов, тык-тык-тык, как будто играет. То есть ветер дует сильный, погода меняется, слом погоды. У нас на блесну вообще ноль поклевок. Даже ни под берегом, ни окунь, ничего. Ну вот прям под травой запарковались. Получается выманить уже на силиконовую приманку щуку. И то она очень-очень неактивно берет из-под самой травы. Что интересно, что-то вообще такое. Может цвет не нравится. Может ядовитый цвет не нравится. О, бам! И все. Есть! Вот, есть, выждал ее. Это будет наш обед, Слава! Ух ты! Ух ты! Стой, 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 стой. Это рванет сейчас. Тихо, 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 тихо. Вот она. Выждал. Поклевки бялые. Смотри, смотри, смотри. Роша. Иди сюда, иди сюда, иди. Там веревка от якоря не надо. Не надо туда ее. Вот она такая. Вот она какая красавица. Ну, надо, чтобы она устала. Щука хорошая. Сейчас я ее умотаю и поднимем. Подсадчик достойте. Слушай, давай подсадчик, мы в нем его везем, чтобы лодку не пачкали. Вот. Сразу решеточка, видишь, она здесь не просто так. Вот так вот. Все, так и уедем до дому, да? Я тоже снимаю. Слава, я тебя буду сейчас кормить обедом. И щуки. Сколько килограмм? Кто? Три точно. Кто сколько даст? Три даешь? Я думаю три. Я даю четыре с половиной. Мой рост метр восемьдесят четыре. Мы оба пролетели. Чего? Пять. Ничего себе. Пять ноль пятьдесят. Как я чищу щуку? Поскольку мы будем жарить, снимаем чешую. Что здесь вот у этой щуки, у речной, которая в горных озерах, в реках, у нее такой специфический, более благородный запах. Не то, что у щуки, которая вот в водохранилище, в отстойной воде водится. Соответственно, у нее тут кормовая база совсем другая. Здесь нету больной сорной рыбы. Цвет более насыщенный. Ну и, конечно же, на вкус она сильно отличается. И мне вот, честно говоря, рыба такая, как окунь-щука, нравится намного больше, чем ленок хариус таймень. Особенно окунь запеченный. Самое вкусное место – это ребра. поскольку щука – это не особо ценная порода рыбы, мы здесь сильно не будем выделывать плавнички, еще что-то. Мы здесь произойдем чистку более кощунственным способом. Вот она готова. Филейный нож. Плавник, да? Заходим по джабру. Вот. Буду сразу… Есть способ, когда разделывают щуку, ее как бы хребет прорезают и на разворот идут. Я буду сразу все срезать. Прорезаем по хребту. Ну вот, что мы имеем. Поскольку уху мы варить не будем, давай мы немножечко снимем, что у нее в желудке. Посмотрим, хвост торчит. Это, кстати, все, кто слабонервные, пожалуйста, выключайте, перематывайте вперед. Хост, смотри, такой приличный. Вот тот килограмм, на который мы с тобой ошиблись. Что-то с чешуей, смотри. Посмотрим, узнаем, что за рыба нет. Так. Смотри, рыба с чешуей, это что такое? Это сик, что ли? Слушай, я не знаю, что это за рыба. Смотри, какая крупная чешуя. Вроде белой рыбы нет, но мы не узнаем, что это. Слушай, это вообще похоже на сега. Плавник, крупная чешуя, это не ленок точно, но и точно не таймень. Потому что у таймень такого размера, смотри, такой крупной чешуи не может быть. Ну это и не окунь, да? Ну если это окунь, то выцветший. Нет, окуня тоже мельче чешуя. Похоже на сега. Ну, кстати, мы по эхолоту здесь не видели большого скопления там сеговых, еще что-то, но может есть до сега. Я это все сейчас унесу подальше, выкину в воду, чтобы не привлекать ни внимания, ничего. Видишь, кота любит такое, если на суше оставить. Могу, Слав, под палатку тебе с твоей стороны подложить? Так, придерживая вилкой, срезаем остатки реберных костей. Ну и все, получаем готовое филе. Ни в коем случае нельзя мыть и полоскать. Оно протирается тряпочкой, чем угодно. Воду его уже после того, как мы почистили, опускать не надо. Почему? Мясо портится, набирает воду, становится рыхлым. Ну и разрезаем на две части. Оставшиеся косточки остаются у нас вот здесь, а вот это мы будем жарить. Ну вот все таким макаром готовый кусочек будет для жарюхи. Остальное или запечем, или сколько съедим. Ребрышки самые вкусные, самые сочные, свежие, нажористые и без косточек. Ну и логический финал. Поехали. Немножечко лагерного быта. Ну и еще один. Ну вот такая вот красота у нас получается. Слюнки бегут, Слав? Очень. Мне кажется, по ту сторону экрана тоже бегут. Ну вот пока рыба жарится, смотри какой ветер разгулялся. Волна поднялась. На следующие два дня передают дождь. Причем дожди обильные, собственно говоря, они нам и нужны для того, чтобы вода поднялась и мы отсюда полегче вышли. Через два-три дня будем выходить отсюда. Ну вот, соответственно, на слом погоды, на заход непогоды рыба никогда не ловится. Походим еще по закоулкам, по камышам, по протокам, по аустьям. Посмотрим, что еще нам получится здесь найти. Опаньки! Бон аппетит! Золотистая корочка, нежный кляр. И еще полтора-два часа назад она плавала. Слава, давай тебе самый вкусный кусочек. Приятного таежного аппетита! Лапки медвежьи. Маленькие, да? Медвежонок. Где-то здесь, да, он шарился в первый вечер? Нет, там. Там, да? Мишка. Напужал нас немножко. Все, займемся уборкой после недобросовестных туристов. Сейчас, теперь я тебя, Слава, маленько поснимаю. Вот это вот видео, наверное, будет не очень приятное в контексте нашего фильма. Ну вот, люди везде проникают, везде попадают. Вроде, дикое озеро находится непонятно где. Реально поднялись на холм в 50-100 метрах от нашей стоянки. Просто все засрано. Все засрано, причем таким мусором, который пакеты, да? Пойдем дальше, посмотрим. Здесь чей-то стан, видимо, был. Прямо на холме. Спрайт. Какой-то журнал. Это что? Убойная сила, антиклещ. О, он еще есть там. Судя по всему, я-то предположил, что это были тут зимой или на снегоходах. Нет, скорее всего, весной, если клещи, да? Это листья, что ли? Уже смотри, что с ними стало. Сдутая банка. Листья виноградные, что ли? Наверное. Правильно ты заметил, что это не зимний стан. Это весной или летом тут были костровища. Пластиковые бутылки покидали все. Масло, не масло. Масло или керосин. Еще две бутылки водки. Офигеть вообще. Мы в такие эти залезли. И тут такое наразумение. Пережем, перебьем. Здесь вот такая вот красота. Умиротворение. Здесь должно быть чисто. Порядок. Никаких следов после себя оставлять не надо. Сегодня будет банька. Водичка есть. Силюшки есть. Веники есть. Колесо. Наверное. очередной день у нас начинается не по плану мы буквально вчера запросили погоду на сегодня сегодня четверг и на пятницу по четыре капли дождя ливневые дожди не солнышко ничего приняли решение два дня пересидеть здесь дожди как раз подкинет воду на субботу воскресенье окно хорошее окно погодой мы как раз будем спускаться по воде которая возможно будет чуть чуть больше утром сегодня просыпаемся вот такое вот чистое небо никакого намека на дождь приняли решение спуститься первый порог остановиться там в тиших там есть еще одно озеро пешку на озеро сделать позвонили запрашиваем погоду два дня плюс 16 18 дождя нет солнечно-облачно и суббота и воскресенье тоже мгновенно принимаем решение сложить вещи и двигаться вниз потому что все что мы здесь сможем насидеть это спад воды выход по малой воде будет еще более затруднительный здесь наша цель ну по сути выполнена может слава не понимает но мне немножко эмоционально тяжело здесь находиться в период спада воды знаю какие мели я их честно говоря не предвидел поэтому мы сейчас пользуясь погодой пользуясь окном сложили лодку укладываемся и налегке двигаемся всю верхнюю гряду порогов вниз все мелики пока вода держится в озере она я вот маленечко там замечал она еще держится я не знаю как озеро связано с уровнем реки взаимодействует или нет мы по крайней мере в верхнем течении в том месте где река вытекает из озера однозначно уровень воды должен но поддерживаться ну и у нас есть время и погода чтобы отреагировать на любую нештатную ситуацию но какая нештатная ситуация там налет на камень засадили лодку с грузом конечно таскать неохота всегда хочется сразу с максимальной загрузкой проскочить но в случае где-то посадки на мель все зависит от того где вот это как насколько далеко будет это приглубистое место поэтому этот участок решили скинуться и дальше уже продолжить и рыбалку и там у нас есть озеро действуем по погоде действуем по обстановке по возможности все снимаем поэтому вот эту серию вот этот вот это видео этот день начинаем со старта вниз и самое интересное еще впереди лодочка полегче стало ощутимо что ждем ветерочек сколько успели проскочить вот самый узкий а вот уже выход и ветер четко вот отсюда вот туда сейчас сейчас нас вынесет просто по ветру это хороший знак четко четко в это улово идет вот сюда у нас многие спрашивают из европейской части россии средней полосы многие покупают заказывают лодки водометные спрашивают а как с травой быть там у них медленное течение и трава вот здесь озерина со слабым течением и видно что трава верхом торчит по этой траве которая вот верхом прямо видно стелется водомет не идет то есть он мочалкой забивает его надо рукой вытащить и дальше идти но никакого ущерба вреда он ему не причиняет стартовая глубина нужна вот здесь буквально у нас есть там 30 40 сантиметров если мы выйдем и даже если трава будет чуть чуть ниже воды на легкой отремовки на мелководном режиме уже тогда водомет без проблем идет ее не поднимает не идет он только по той которая вверх стелется прямо вот застилает ну там вот мы шли она была чуть ниже наклонено течением идет без проблем это как раз вот из реальных условий ответ тем кто интересуется этим вопросом а как с травой если трава сплошняком ну не пойдет если какие-то участки можно проскочить ходом там прогрестись и дальше чтобы было место где стартануть и идти начинается к первому препятствию подходим пойдем вырабатывать план действий кормой или носом не только но здесь только носом пойдем вещи точно будем выкладывать потому что пойду на разгоне ходом куда-то там проскакивать проскальзывать лишний вес точно не нужен здесь камни тиной все заросшие и даже вот на старте можно маленько ошибиться чуть этой кины поднять она забивает решетку и дальше уже не идет поэтому где-то вот здесь возможно вот туда поднимусь развернусь стартану и сейчас пойду вот вниз маяки смотреть створ створы между камнями слушай знаешь пойду как вот прямо краем вот эти три камня прямо мимо них и вот сюда ближе к берегу возьму здесь конечно ну ну побьюсь пройду не пройду но по крайней мере я если застряну налегке вот здесь ближе к берегу мы ее с тобой слав подтолкнем вот здесь и она носом вниз будет накат будет и здесь уже если чё ее снять потому что там валуны если валун в какой-то наклинит просто последствий будет больше пойдем мельче где камней больше но по более-менее прямой траектории ближе к берегу вот это вот этой канавой здесь ходом вниз без без вариантов вообще там маневр закладывать надо боком ставим ну приплыли вот вот она ложбин очка прямо вдоль вот этих трех камней ну 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 не вышел в разворот плотка габаритная сейчас буду искать место откуда сюда выйти педагога ну 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 а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Перетаскались, без бензина намного легче Вот сразу же лютый меляк Торчат камни и пошло, пошло, пошло Вот здесь ямочка Буквально 10-15 метров Чтобы нам на груженной лодке Стартануть Подняться обязательно надо Чтобы дальше уже По этим камням, понятно, их объезжать Не будем ходом, ходом, ходом Ну вот сейчас и посмотрим, как это все работает Тебе надо будет сейчас на нос надавить Для старта, да, на нос? Да-да-да Успоко! Успоко! Так, ну у нас один вариант Где заходили, там и слизываться Там вот по центру видишь Такой петушиный хвост камень намывает Видишь, вода падает, а поднимем воздух Даже если на него маленько налечу Там куда-то соскользну Там вон главное попасть А нос уже сдавит Больше вариантов никаких нет Кормой я не выйду, там не пролезу Оттуда и не зайти, там меляк Поэтому только сюда носом Кнуться, а дальше Куда занесет Здесь уже Здесь уже В принципе ничего страшного А там есть проход Вон справа И в том улове припаркуемся Ладно, что, давай я здесь пошел Пойду с грузом, с вещами Оттуда еще просмотрюсь Чтоб мне попасть в эту ложбинку А там по обстоятельствам Влевую или вправую Куда лучше пойдет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА